Но я не верю в ближайший год конкретно, что мы сможем дойти до границ 1991 года. И, скорее всего, через два года, и через три, и через сто военным путем, возможно, мы не сможем пойти. Если Россия там развалится, если у нее солдаты побегут, это может быть. Но военным, чисто военным путем, чтобы мы в лоб в лоб начали рубиться, как шли в контрастный путь, ни они, ни мы пока не можем. Ну, на данный момент. Тут интересно, да, вот Салливан, сегодня заявление прошло, что в следующем году ВСУ, ну, в этом году будет обороняться, держать линию обороны, а вот в следующем году контрнаступление. Как-то вот... Ну, я... Я, ну, как бы... Что я могу сказать? Ну, я... Салливан защищает интересы своего народа. Ну, ему выгодно так говорить, потому что мы своими кровью ослабляем и своей борьбой против России ослабляем их врага. Потенциального, да, и реального, по большому счету, потому что, возможно, будет встречка с Китаем. И, как и наши рассказывают политологи в ваших эфирах, третья мировая, которая уже началась, и так далее. Он бережет свои ресурсы и своих солдат для другого, возможно, поля боя. Или вообще, чтобы не участвовать в этой битве. Как вы относитесь к вот этой дискуссии? А, ну, просто напередке я, ну, наверное... Нет, как вы относитесь... Короче, чем ближе к Кокопам, тем меньше оптимизма, скажем так. Здесь есть дискуссия в введении войск НАТО в Украину, которые сейчас рассматриваются под разными углами. А вот если там расширение конфликта или какое-то большое наступление по границе, если Беларусь включится, то вот придут войска НАТО. И это вот как, ну, такой какой-то, не знаю, там новый порог болевой, новая красная линия. НАТО побоюет так, как воюют? Ну, они участвуют, ну, прямо участвуют, ну, как можно прийти, если ты участвуешь в войне? Они только людей не присылают сюда. Но они же напрямую, разведка их, техника их, все, они воюют с Россией. Это очевидный факт. Контингент, насколько он увеличит эффективность войны, не знаю. Насколько они вроде должны быть обучены. Насколько станет красной линией для России, для Катарота, тоже не будут. Люди все живы. Мы встречались и воевали рядом с американским и иностранным легионом. Но обычные бойцы, обычные люди, смертные, умирают. Я далекую политику, я мог бы там рассказывать сейчас, каких-то далеких политик. Но меня это как бы не сильно сейчас интересует. Меня интересует поле боя. А поле боя, ну, это люди. С чем они придут? Если они придут просто как войска и освободят наши войска, чтобы на западную... Вот, опять же, мы там приходим. Куда они придут? Придут они в Западную Украину и наши в Западную Украину пришлют на фронт. Ну, в таком случае ничего феврально не поменяется. Будут только люди. Мы будем дольше... Будет больше людей. Будем лучше защищаться. Наверное. Ну, будем. Потому что, я говорю, до сих пор это решающее количество... Какой-то перевес. Такая война, что, в принципе... Хотя столько их и не надо людей, но пришлют. Другой вопрос, если они придут на поле боя. Опять, с чем они придут? Если они придут с танками, артиллерией, там, тысячами танков, десятками тысячи бронетехник, это одна ситуация. А если они просто придут, да, и с той же техникой, что у нас, то то же самое будет. Потому что, я говорю, 90% потери от артиллерии. Дроны, артиллерии и прочее. И только там 5-7% это пулевые какие-то боя встречные. Ну, то есть, это же, повторяю, другая война. Тут надо понимать, с чем придут. А насчет эскалации просто не хочу говорить, потому что, ну, это зависит не от нас, наверное, от России зависит. Там они себе там будут решать. Я не скучаю, что клеммкой лупят куда-нибудь. Пока они держатся, ну, по-моему, ощущения, ну, я же не эксперт от ваших, слушаю, что пытаются все-таки примогу конфликта избежать. Но помочь, людей добавится, ну, наверное, лучше. Даже если без ничего придут. Ну, вот зайдет там их 100 тысяч. Хорошо, пусть заходит. Еще на год войны нам хватит. А если бы заменили половину наших, то это вообще бы хорошо было. Само на ротацию, правильно. Есть такая тема, которую я хотел бы, чтобы вы тоже высказались. Она тоже возникает периодически о пантеоне украинских героев. Ну, мы привыкли все, как бы, выходцы. И Украина выходит, да, из Советского Союза. И все помнят, ну, есть какие-то большие примеры. А это действительно самая большая война вот со времен Второй мировой. Ну, какое-то отношение было там, да, вот там есть, были личности, которые там считались героями вот этой войны. Вот у нас уже третий год пошел. Перевалило за 800 дней войны. А вот официальной государственной политики, ну, мы не видим, чтобы именем, да, какого-то там бойца, там, назвать какую-то операцию. Или какой-то там, превознести какой-то подвиг. Так, к вам вопрос, вот почему так происходит, как вам кажется? Ну, это уже, скорее, из психологической, мне кажется, это уже мои просто размышления абстрактные. Я тут не буду, как бы, выдавать, что это я что-то знаю. Но, по моему ощущению, вообще в массовой войне герои же появились во Второй Отечественной войне, во Второй мировой, там же тоже они не сразу появляются. Там были очень пропагандистские вещи, которые, фигурально говоря, ударил поезд, прикладные фигурально говоря. Которые у нас в наше время уже, как бы, не совсем применимы. Но, фигурально говоря, подвиг обычного бойца, который лег на амбразуру, при том, что есть роботизированные системы и коптеры, выглядеть будет пропагандить дико, фигурально говоря. А так, если брать, то в массовой войне же героев особо не бывает. Ну, а это, если так разобраться, это, по сути, бойня. Ну, то есть, средний срок, срок жизни человека, как бы, говорят. Ну, какой героизм, пошел в лесополосу? Нет, так это важно. Это и есть суть войны и так далее. Там же есть какие-то моменты, когда квадрокоптерщики у нас есть возникают. Но культ, они еще рано, во-первых, культу. Ну, культ возникает, как правило, чуть-чуть позже. Сейчас у нас идет сам процесс войны. Ну, то есть, это не важно. То есть, для нас это не важно. Второе, после второй Великой Отечественной, как ее назови, он же возник, первый парад провели там после войны, по-моему, через 20 лет. Это уже было после Брежи. Ну, сейчас это больно. Ну, какие герои? Сейчас люди погибают беспрерывно. То есть, массово. В день, вот мы пока разговариваем, за час гибнет в среднем 6 человек. Так вы же говорите, что потери небольшие. Ну, или не такие страшные, которые есть. Ну, я же объяснял, как я считаю. В день гибнет в среднем 120 человек. 100-125 человек. Это большие, не большие. Я не знаю, для кого. Для меня гигантские. В день средняя цифра потерь варьируется, вот я же по подсчету. По точному, по статистическому подсчету. Ну, относительно. Там же ты верите, не верьте. Но это где-то на пиках наступления у нас было где-то до 5 тысяч погибших в месяц. Сейчас где-то 3, наверное, 3,5. То есть, для многих, я же по слухам, что у нас погибло там 300 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч с нашей страны русских. Так это, наверное, те цифры реальные, около 100 тысяч погибших, 90-100. Только они небольшие. Ну, они большие. То есть, вот мы разговариваем, 6 человек погибших. Там 15 инвалидов, которые никогда уже не вернутся в строй и так далее. С российской стороны то же самое. Ну, вот такая, та же математика. У них тоже пики идут. И не я считаю, там же считают, у них медиазона, там есть хорошие исследования. Они вообще гениальное исследование провели там по наследственным делам. Ну, просто супер. Там они вообще провели. И у них где-то потери тоже около 100 тысяч. Ну, мы же воюем одинаково, так как бы. Так что, большие для тебя или небольшие? Сейчас они снизились процентов на 30, потому что мы находимся в обороне. И фронт-то небольшой. Если раньше было много точек, где война шла, феврально говоря, Запорожское наставление, Бахмутское, где-то еще там возле Авдеевки дрались. Там 3-4 точки в Харьковской области. То там погибших было больше. Если это сосредоточено даже в самых ожесточенных боях, ну, это две точки. Чавсавьяр сейчас у нас и возле Авдеевки. Тут потерь все равно будет меньше. Ну, то, что на сторонном фронте гибнет намного меньше народа. Сегодня Пасха и в Харькове прилеты. Ну, там сообщают о том, что там вчера был прилет, и сегодня тоже сообщают о взрывах. А когда их не было, у меня просто... Ну, действительно, когда их не было. Как выглядит Харьков в этой войне? Вот тут Илон Маск говорит, что все будет... Ну, в общем, единственное, что непонятно в этой войне для Илона Маска, это где будет Одесса. А нам бы с Харьковом что-то сделать или как-то решить вопрос? Как вы видите ситуацию в Харькове, вокруг Харькова? Ну, я проезжал только Харьков в эту войну. То есть мы ехали с Константина, с этого, с Часавьяра, по-моему, тогда как раз. Я по крайней только проезжал, поэтому я Харьков как бы в невизуальной степени повреждений ничего не видел в феврале. То, что стреляют, ну, так они и стреляют, и будут стрелять. Но вообще, вот насчет наступления. Вот таким путем войну выиграть, я же уже повторил, ну, даже вот так очень будет долго и очень сложно. Без именно слома, когда солдаты скажут. Но теоретически одно наступление они могут провести, попробовать. Есть ли у них силы для этого? Вот это другой вопрос. Потому что я же тоже, как понимать, тебе объясняют механику всех наступлений, которые существуют по потерям. Вот берем две бригады, допустим. Это все можно объяснить, и Бахматская, и вот наш наступ этот, и Брянскую, и Крыльки. Допустим, берем две бригады такую же. Они наступают, 10 тысяч человек. Чуть больше, ну, берем 10 лет просто. В бригаде 60-70, в механизме на бригаде 60-70 процентов людей, это которые не пехотинцы. Это обеспечение управления. Там роты РЭБа, ШМЭБа, медики. Ну, короче, из 10 тысяч, 300 тысяч, это реальные люди, которые пойдут в лесополосу. Ну, в контасты. Потери при таком 10 тысяч на этом участке, будут где-то 40-50 убитыми в день. 40-50 убитым, это еще 100, около 100-120 тяжело ранеными. Почему важно, я объясню много, я же не понимаю. Вот это и пытаюсь объяснить. Тяжело раненые, из них вот это 100 с чем-то, будет тяжело, которые, если вернутся, то вернутся, или вообще спишут их по этому, или вернутся не раньше, чем через год. То есть в этом обстрелении они не будут уже участвовать 100%. Еще человек 50, это средние ранения, которые будут лечиться месяца два. Фигурально говоря, эти люди, возможно, вернутся. Ну, они вернутся не раньше, чем через 2-3 месяца. И там легкораненые, они тоже какой-то срок прихода. То есть, если кто-то думает, вот у меня тоже иногда создают, а ранили, потери, ранили, так хули, там пуля прилетела, тяжелая контузия, пойдите по госпиталям. Хороший компрессионный перелом от взрывной волны, или там есть еще осколки в кости, это будет 2 года у меня знакомый, первые дни там прилетела какая-то херня тут под Киевом. 2 года он по операциям ездит, ногу перебил, множественные ранения. 2 года он не стоит на ногах. Вот вам простые, и вот берем 40, 50, до 200, кто-то откажется, 200 человек в день. Значит, за 20 дней 200 человек ухода. Те, которые не вернутся в течение 2 месяца минимум, до 200 человек. 20 дней, беспрерывный штурм, 4 тысячи. Людей, пехоты нет уже. Что делать? Надо дополнять их, или уже гнать водителей, медиков, что у нас массово делается. И в России, у нас это уже одинаково, по сути. Их еще можно на шкрипте 3 тысячи где-то. Еще 15-10. Но их будет гибнуть больше, потому что пехотинцы хоть какое-то обучение, часто это будут гнать медиков, артиллеристов, которые там кухарей, дядек непонятных и так далее. Их погонят еще, еще 15. Так, опять же, не все убиты. Из них вот в конце месяца, из 10 тысяч, полторы тысячи будет убитых, там, 2,5 тысячи тяжелых, среднераненых. И фактически бригада. Вот так они в нашем наступлении происходят. То же самое у россиян. И то, что математика, вот стариков математику проводят, там, по ихней книге, а я на механику, на простую поле боя перевожу. И вот надо 10 тысяч, через 30 дней нету. Ну, бригада отводится, ее надо или пополнять, кем-то или отводить с фронта, заменять ее другой. То же самое и прорывы будет. Для прорыва нужно определенное количество людей. Россиян. Фигурально говоря, чтобы прорвать фронт и вклиниться в какую-то там на 50-70 километров, нужна группировка, ну, минимум, наверное, на 1150. Так не получится, чтобы вы пролетели. Даже если наш фронт рассыпется, ну, фигурально говоря, ну, не рассыпется совсем, они прорвутся там на 20 километров, ну, по кишке. Ну, их там выловят, все равно придут наши резервы где-то со сторон, у них закончится БК, топливо и так далее, мы их перехерачим, фигурально говоря. Как и они нас. Собственно, поэтому и уступов особо им. И их хватит реально на такое-то количество. Су-ти-су-ти тысяч при таких-то потерях хватит на определенное количество. Причем, я говорю, не все будут убитыми, но они выйдут из боя на долгий срок. Вот если у них есть такая группировка, если они сумели ее скопить, где-то тренируют там за Уралом и так далее, то попытка может быть на самом деле. Но это должна быть группировка минимум по поводу нашего наступления на Работино, ну, хотя бы тысяч сто, это минимум, чтобы вот Харьковскую область взять. А то, что они, возможно, готовятся, косвенные признаки есть, как раз энергосистема. Вот Чаплыга когда рассказывал мне зимой, у вас зимой, что они должны погасить в холода нашу энергосистему, был кау. Ну, опять, человек, который не разбирается в военно-целесообразности, может такое говорить. Есть же военно-целесообразие, когда надо гасить, уже тут где-то звучало и у вас, и у других, гасить надо, когда они будут гасить, если они будут гасить. Гасить для чего? Что просто население постраждало или что? Ну, я могу разочаровать многих любителей людоедщины с двух сторон, что, типа, военные с двух сторон только хотят, чтобы навредить мирным. Я открою секрет. Мирные для военного практически, ну, они на них не обращают внимания в феврании. Это не помимо, ну, просто, если там помогут бабушки там и так далее, но это просто вне фактора ихнего внимания. То есть, Буча там и так далее. Сколько там мирных не было, я воюю с врагом. Там враг, я стреляю по врагу. То же самое с той стороны, и с нашей, и то же самое касается и блэкаута. Гасить для чего? Ну, нужна целесообразность. Ну, теоретически можно сказать, что они там нашу промышленность трошки подглушивают. Но если бы они хотели, они бы ее подглушили. Но для чего они генерацию выбивали в прошлом году? Выбили и сейчас в этом. Чтобы в какой-то момент, возможно, в момент наступления улупить, забить блэкаут, чтобы это помешало именно нашей логистике и монификации. Они уже потихоньку начинают бить по депо. Это уже заметно. И гасить им только в одном случае два варианта. если не считать безумства, что хотят всех нас передушить, блэкаут. И что не случится, даже если все погаснет. Ну, будем жить. Жили же там, и в Грозном люди жили, и так далее. Да, будет тяжелее. Под момент удара вот это наступление. И тогда еще скорее всего попробуют положить мосты через Днепр. В принципе, это военная целесообразность. Как только ты начинаешь мыслить военными целесообразностями и понимать, говорю, что для военного не гражданская цель. цель это чисто в 99% цель у военного это военная. В том числе по обстрелу городов. То есть бывают нюансы, бывают эксцессы. Бывает, я не знаю, может что-то там стреляют сами по себе иногда, но в 99% случаев цель ошибки бывают, криворукость бывает. У нас базу разбомбили в Запорожье в цели Липанам. Один попал на стадион, второй в дом, и на следующий день у него два цеха сложили, а мы в административном здании. Уже можно говорить, потому что прошло уже в прошлом году. То есть цель Липанам, а как бы погибло, ну там по-моему никто и не погиб, цех развалили один целый, второй там прилетел, и дом рядом развалили. Просто треугольники промахнулись в нас феврально. Вот и все. Так и тут. Они готовятся, возможно, к этому как раз. А второй вариант это когда реально мы можем наступать. Феврально мы сейчас попреремся, беремся, и тогда им надо тоже будет, можно положить эту всю энергосистему как предупреждение, как затруднение. То есть когда у них будет все хорошо, они могут ее положить, февральное наступление. Или когда у них будет сильно плохо, феврально неядерный ответ нашим. Мы положимся. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк, напишите, что думаете вы в комментариях. у меня финальный вопрос, все-таки праздник, светлое воскресенье, Марьяна Безуглая выходит в паблик и критикует украинцам за то, что они выставляют во время войны свои фотографии с пасками, с домашним уютом, мол, эти картинки неприятно видеть военным. В завершении нашего разговора, что бы вы ответили Марьяне Безуглая. Да, ну, все очевидно, я как бы очевидные вещи не хочется как бы комментировать, на самом деле, как бы, если уже сглодить цензуру, то я бы запретил бы не военным защищать военных. Ну, как бы, это, по-моему, самый, это и в жизни, кстати, многие, я как психологи говорю, что не пытайтесь защищать кого-то другого, если он не сам не хочет защищать, иначе можете получить и от того, и от другого, кого вы защищаете. Но сильно много развелось людей, и, к сожалению, и журналисты ведутся, вот это, дикие там, какие-то там офицеры непонятные, ведутся на тех, кто защищает солдатиков. Я вот немножко хотел еще, чуть ли не загадал, про справедливость хотел еще, когда Кулеба, ты там что-то хотел про иностранцев, может, это и будет. Вот Кулеба рассказывает про справедливость, когда там запрещают эти консультические услуги, когда там типа справедливость, тоже же от имени солдат, то есть мы вводим все эти ограничения для того, чтобы наступила справедливость. Ну, справедливость не к нему же, а к солдату, он апеллирует к солдатам, которые воюют, чтобы по сравнению с ними. Ну, так я, это, я бы людям, которые вот как безухлоя и как Кулеба, от имени солдат сильно не напирало, особенно на справедливость. То, что вот этот постик про Пасхи, эти тоже сразу рада справедливости, но она же говорит, что солдатам несправедливо, что вы тут с Пасхами, а солдаты где-то вокруг. Так вот, я так скажу, по справедливости, за вот то, что вытворяет Кулеба, фигурально говоря, его должны были выгнать, где-то он должен в конце жизни никуда не брать на работу и выгнать, где-то в Канаве должен умереть. По справедливости семьи ТЦКшников, которые берут людей или тех, кто пропускает эпилептиков каких-то, которые умирали по дороге, еще не доехав, так должны вырезать семьи этих умерших, должны вырезать всеми ТЦКшникам. Резникова на яйцах, который их своровал, там, пытался своровать миллиарды, так его за яйца за эти должны по справедливости повесить. ТЦКшники, которые ко мне подходят незаконно, так я должен им по справедливости нож в печень закинуть сразу, без разговора, потому что это бандиты, с точки зрения закона бандиты, они имеют никакие права. Так власть, вот эта проблема, что власть пытается оперировать справедливости, а надо оперировать законом. И как только, пока мы этого не поймем, в том числе в законах о войне, в законах в армии, как только начнут действовать законы о несправедливости, потому что справедливость может довести, и она уже доводит. Если мы не прекратим действия по закону, то справедливость, которая сейчас уже зреет потихоньку и в армии, и в обществе, она может обернуться такими проблемами, о чем предупреждает Чаплыга, о чем предупреждает взрывы там и щели, и этим людям, которые взывают сейчас за тех солдатиков, то она им не понравится, эта справедливость. Одновременно она не понравится еще всем, всем она не понравится, но особенно тех, кто там, кто где-то в каких-то розовых снах и так далее, она очень не понравится. Поэтому лучше вызывать к закону, лучше меньше обращать внимание на людей, которые за кого-то, особенно за солдатикам. Солдатикам надо защищать, но единственная защита их это добиваться, чтобы к ним относились, о чем я твержу уже там третью передачу, чтобы к ним просто относились по-людски. Вот и все. Да, Юрий Попырин был моим собеседником сегодня. Юрий, спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, спасибо большое за то, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех с праздником. Увидимся. До скорого.